Празднование 40-летия дворца тенниса и подведение итогов года. В конце прошлой недели мы узнали теннисиста года, теннисистку года и победителей в других номинациях. Успехи наших спортсменок оттягивают внимание с моментов негативных. Да-да, они есть даже в успешном теннисе. Например, слабая база в регионах. Пока кадровый потенциал сосредоточен в Минске. Ложка актуального дегтя от Станислава Липского не испортила праздник. Тем более торжество однозначно получилось ярким. В Академии тенниса организаторы собрали не только нынешних звезд, но и героев прошлых лет. Все прошло душевно. Сергей Тетерин перед объявлением лучших открыл музей тенниса, ведь без прошлого нет будущего, резюмировал этот знаковый момент председатель федерации. А затем назвали лауреатов. Арина Соболенко и Дмитрий Трусунов – лучшая теннисистка, лучший тренер соответственно, теннисист года Илья Ивашко. Правда, лично присутствовать на церемонии за подготовки к новому сезону у них не получилось. Капитан года Татьяна Пучик в номинации «Прорыв года» победила Александра Соснович. Характер года у Вера Лапко – лучший парный игрок Лидия Морозова. На этот год хотелось бы, конечно, попасть на итоговый турнир. В конце года мы запланировали играть с моей напарницей из Японии этот сезон. Поэтому, конечно, хочется. Это такая максимальная планка, так скажем, на этот год. И все шансы есть. Будем работать, будем смотреть. По итогам 2017-го, согласно решению Международной теннисной федерации нашей стране, вручили Кубок развития. 2018-й получился не таким удачным с точки зрения командных турниров, но очень ярким для белорусских спортсменов в личных стартах. Однако, несмотря на уверенные шаги вперед, в Белорусской федерации тенниса никто почивать на лаврах не собирается. Проблемы есть, о них говорят и их будут решать. По факту, белорусский теннис можно провести черту и написать, что это Минская теннисная школа на данный момент. И те маленькие островки тенниса, которые есть сегодня в Гомеле, закрытые корты, там 4 корта, и они с хорошей периодичностью поставляют нам детей в резерв. Если мы сможем усилиями федерации и государства возвести какие-то сооружения в других областных центрах, и каждый из них, ну не сразу, но со временем начнут подпитывать Минск, центральные школы, хорошим спортивным талантом, то, конечно, наши возможности резко возрастут. Практически играет один Минск. Как не так, то есть, когда мы говорим белорусский теннис, по сути, это Минск против всего мира. И если посмотреть на вопрос тенниса с этой стороны, то мы, черт возьми, делаем неплохую работу. Так не должно быть. Так не должно быть. Должен быть и теннис из регионов, должны быть центры, должны быть кадры, должна быть подготовка ребят молодых непосредственно у них дома. Разумеется, этот момент на особом контроле председателя с губернаторами областных центров ведется совместная работа в этом направлении. В планах федерации, в моих планах, за период, так сказать, своего управления здесь, за эти оставшиеся там три с половиной года, год уже прошел, я считаю, что я должен успеть построить вот те легковозводимые конструкции для тенниса, которые позволят в областях. Места уже мы проехали, места отведены. Спасибо сегодня губернаторам, председателям городов наших областных. Все откликнулись с пониманием и помогают, потому что все то, что мы построим, это будет в совместной эксплуатации федерации и передастся на баланс каждому региону, ну а уже все эксплуатировать, так сказать, и поставлять туда управленческие и теннисные кадры, это уже проблема и задача теннисной федерации. По мнению председателя федерации, изменение формата проведения Кубка Дэвиса плюс для сборной страны, учитывая состав команды, а вот для наших теннисисток грядущий сезон будет более сложным. Правда, Виктория Азаренко намерена вернуться в сборную. Спич Сергея Цитерина о наших девушках завершает этот сюжет. Арина уже в шаге от входа в первую десятку, и чем выше, тем сложнее пробиваться, потому что у нее будет очень непростой уже конкуренция, ее уже узнали, на нее по-другому будут настраиваться, поэтому ей будет сложнее, но я вот в нее верю, я видел, то есть она настроена, она человек, я бы сказал, легко, так скажем, для себя эмоционально легко настраивается на тяжелую работу, вот, и вот этот опыт прошлогодний позволит ей все-таки хотя бы на вот этих первых этапах закрепиться для того, чтобы сделать следующие шаги. Для Саши Соснович, она у нее со старта, ей надо уже быть в полной боевой, потому что в Австралии она в прошлом году была вторая в стартовом турнире, ей надо уже подтверждаться тоже, ей сложнее, но Саша, она всегда была бойцом, она никогда легко никому не отдавала ни один матч, и, ну, девчонки сейчас здесь готовятся, проходят дальше у них со своей командой плановое первое соревнование, там, и все, что связано с ОФП, специальной теннисной подготовкой. Вера Лобко тоже находится в Минске, и тоже проходит сейчас здесь подготовку. Вот я верю в то, что она сделает, у нее потенциал, скажем, большой, и она в прошлом году не на полную его использовала, я верю, что она подтянется и войдет тоже в топ-50, думаю, и выше, да. Хотелось бы пожелать и успехов, и Лидии Морозовой. У нас, наконец, появился парный игрок с пониманием, знанием, что парная игра – это игра команды, и что парная площадка – это еще дополнительный коридор, метр тридцать семь в одну сторону и в другую. Дополнительное место, куда можно сыграть, поставить противника в тяжелую ситуацию. Знаю, что сменила команду Виктория Азаренко, мы с ней встречались, разговаривали, когда она была в Минске, вот в переходный период, и тоже изъявила желание, и попросила, чтобы федерация не забывала о том, что она готовится, что готова, и готова поддержать, и настроена, если все нормально сложится в тех вопросах, которые были семейных, то она тоже будет готова и поддержать команду, быть рядом и двигаться дальше. То есть она тоже сегодня готовится, и у нас у девчонок хороший крепкий кулак. Все остальное, кажется, немножко им везение, и все, поддержка наших зрителей, и все у них тоже получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова